день добрый дорогие друзья вы на канале купить картину меня зовут наталья малинина я расскажу вам о некоторых интересных лотах нашего предстоящего аукциона и первая работа это прекрасный зимний пейзаж николая петровича крымова крымов родился в 1884 году в москве в семье художника крымова состоявшего в товариществе передвижников и свои первые художественные навыки юный живописец перенял от своего отца продолжил свое становление как художник он в московском училище живопись вояне из отчества а в начале двадцатого века он уже там занимался в мастерской у аполлинария воснецова крыма был постоянным участником коллективных художественных выставок голубая роза и союза русских художников первые свои шаги как самостоятельный художник николай петрович сделал стиле модерн при этом параллельно он работал как оформитель обложек и иллюстратор журнале золотое руно флагмане русского художественного модерна он дружил живописцем символистом николаем спановым и поэтом георгием якуловым вместе с которыми на совместных творческих вечерах собиралась передовая интеллигенция того времени после окончания учебы крымов стал одним из самых молодых участников русского павильона на международной выставке в риме а в середине 1910-х годов художник увлекся примитивизмом и новым авангардным искусством но все же остался верен классической русской живописной школе на нашем аукционе выставляется работа крымова деревня зимой конца 1920-х годов классическое произведение мастера выполнена в реалистической пейзажной манере отсылая зрителей к лучшим образцам искусства передвижников перед нами представлен уютный деревенский пейзаж несколько классических русских изб в обравлении димы судя по работе со светом и тенью данный сюжет изображен на закате это заметно по чуть проступающим цветным отблеском от солнца на снегу типичному вечернему ясному небу благодаря этой особенности крымов подчеркнул объемы и изобразил перспективу уходящего вдаль пейзажа русской деревни несмотря на казалось бы суровый зимний сюжет от картины веет уютом и теплом желтые оттенки закатного солнца и теплое отражение на коре и ветвях деревьев дают ощущение покоя и деревенского умиротворения стоит отметить что вторую половину жизни и своего творческого пути николай петрович связал с русской деревни отправившись жить в тарусу в 1928 году где и прожил вплоть до своей кончины владимир николаевич оралов учился московском училище живописи вояне и зодчества мастерской абрама архипова и аполинария вознецова а сразу после окончания еще недавний выпускник поучаствовал в нескольких коллективных художественных выставках был членом художественного объединения ассамблея художник известен своими работами посвященными антону чехову и максиму горькому а после революции 1930 вступил в союз советских художников первая персональная выставка оралова состоялась только в послевоенное время 1950 году в москве за серию картин архитектурные памятники москвы и подмосковья он был удостоен премии художественного фонда ссср любовь к старой до петровской руси оралов перенял у своего учителя аполинария вознецова мастер писал в основном пейзажи и натюрморт в классической манере его полотнам присущая некая удлиненность форм и легкая размытость на нашем аукционе представлена одна из картин художника на тему до петровской руси на полотне мы видим типичный городской сюжет средневекового русского города мощную фортификационную стену с массивными воротами на фоне которых передвигаются люди в грузных зимних шубах именно архитектурный фрагмент определяет композиционные особенности и дает перспективу для всех действующих персонажей на переднем плане мы видим разрозненную толпу людей направляющихся внутрь города центральной фигуры на переднем плане художник выделяет лошадиную повозку перед которой расступаются остальные она же задает направление всему остальному композиционному ряду в том числе и за стеной благодаря открытому порталу ворот мы видим детали расположены художником на заднем плане фрагменты церкви холм и горожан справа мы можем заметить торговые ряды кучно расположившиеся у городской стены и стекающийся туда простой лют цвета применяемые ораловым на данном полотне не совсем характерны для мастера разноцветные головные плотки филигранно отвлекают внимание зрителя от монохромного зимнего состояния картин сюжет у стен монастыря один из самых востребованных большинство работ художника которые попадают на рынок созданы после 1950 года наша же гораздо более ранее она создана в 1900 десятых тридцатых годах и это безусловно придает ей вес один из важнейших голосов художественной сцены андеграунда вячеслав калинин говоря о калинине хочется сказать голос потому что многие его картины как бардовские песни полный умных злободневных зощенковский что ли острот манеры шестидесятника калинина щетинисты занозны пытались слорезно определить по-разному в противовес социалистическому реализму обходящему неудобные разговоры и всякую вульгарщину и крайность калинина называли критическим реалистом при этом эстетика его не реалистическая а скорее сюржеалистическая она максимально близка эстетики карнавализма известны именами татьяна назаренко и наталья нестеровой все три художника нет нет да и поднимали в своей живописи тему застоя так важным для советской мыслящей молодежи каждый по-своему а калинин нахально населяя картины мордатыми пьяницами и развязными девицами наполняя их странными ритуалами и двойными доньями представленная на аукционе картина цирк относится к позднему периоду творчества живописца являет собой праздник и буфонаду который и есть сам цирк и показывает свое двойное дно только самым заинтересованным картина выполнена в редкой для калинина техники пуантилизма и повторяет его ранние рисунки 1960 годов инвестируйте и заберите свою коллекцию с купить картину подписывайтесь на наш канал